Для талантливого человека нет ничего невозможного. Елене Кононковой мы уже рассказывали в одной из наших передач. Учительница русского языка и литературы из Могилёва покорила своими стихами Лондон. И вот совсем недавно она вернулась из пушкинского Болдина с новой победой, на этот раз в прозе. Она покорила литературный мир Лондона как очаровательная поэтесс-авантюристка Ася Михайловская. На берегах Темзы, в самом сердце туманного Альбиона, родился рассказ Майруни «История любви к офицеру через Лондон». Этакая смешилка а-ля комедикла в печатном варианте. Я была на поэтическом конкурсе в Лондоне, без знания языка, особо не ориентируясь в пространстве. В многонациональном Лондоне со мной случилось много таких интересных приключений, достойных пера, веселых приключений. В общем, я посмеялась над собой, приехала домой, описала эти необычайные приключения белорусские в Лондоне, и получился рассказ. Мой чекист и предположить не мог, что я не знаю английского языка. Сам он знает пять языков, свободно владеет английским и немецким. Мне, честно говоря, стыдно было признаться офицеру разведки, что я не знаю английского. Ну, а учить было лень. Я подумала, что как-нибудь до отеля «Святой Себастьян», что она «Ассен Гарденс», я доберусь со знанием немецкого и русского. Но надежды мои не оправдались. С этим рассказом из тени собственного псевдонима вышла прозаик Елена Кононкова. И шагнула так далеко, как и сама не рассчитывала. Вездесущий интернет выдал сайт международного мультимедийного фестиваля «Живое слово». Больше журналистского, чем литературного. И Елена решила попробовать. Тем более, ее история любви вполне вписалась в конкурсный формат. Среди журналистских номинаций был и литературный конкурс. И тоже было в литературном конкурсе несколько номинаций. «Верность родному слову» – это был литературный конкурс для русскоязычных литераторов, проживающих вне России. Елена отправила свой рассказ в номинацию «Проза» и на полгода благополучно о нем забыла. А в конце лета пришло письмо, в котором организаторы «Живого слова» поздравили Елену с победой и пригласили на фестиваль. И главное, что они говорят «Болдина». Вы представляете, для литератора «Болдина» – это как для собаки Павлова рефлекс. Слюна отделения сразу «Болдина». Но в какие-то веки сам съездил это в «Болдина». Когда Елена увидела состав жюри, отпали последние сомнения. В списке оказались такие имена, которые с придыханием повторяет весь литературный мир. «Смотрю в жюри Захар Прилепин. О, банан! Это же такой серьезный литератор. Ну, некоторые его считают живым классиком. Думаю, ух ты, самого Захара Прилепина увидеть». Она его увидела и даже подружилась. Побывала на самом настоящем Пушкинском балу и умудрилась выиграть еще один конкурс. В рамках фестиваля их проводилось три. Диктант по русскому, контрольная по литературе и журналистская байка. Елена участвовала во всех трех. Покорился только один. Зато какой! Теперь учительница из Могилева носит гордый титул «Знаток русской литературы». Я не знаю, поеду ли я когда-нибудь в Лондон, ведь для этого придется выучить английский язык. Мой чекист тоже напоминает мне об этом. Определенно, мне, наверное, придется выучить английский язык. Хотя бы ради любимого офицера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова